В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Они, верующие иудеи, возбудили и раздражали против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Которого свидетельца слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился. И одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о всем, удалились. Вликаонские города, Листру, Деревию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от шрева матери своей и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него, и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаунски, «Боги в образе человеческом сошли к нам» и назвали Варнау Зевсом, а Павла Ермией, потому что он начальствовал слове. Жрезд же идола Зевса, находившийся перед городом, приведя к воротам валов, принеся венки, хотели вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, который сотворил небо и землю, и море, и всё, что в них, который в прошедшие родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши, и говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они оставались там, учили. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а всё лгут, и, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошёл в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию, проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили листру, иконию и Антиохию, а утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвятеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, которого уверовали. Потом, пройдя через Песидию, и пришли в Памфилию, и, проповедовав слово Господне, в Пергии сошли в Аталию, и оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Нек?